МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Внезапный удар, шок и засада. Согласно разведданным, в окрестностях Бишкека собралось войско условных бандитов. Злодеи задумали натравить целый батальон боевиков на столицу республики. Бойцам кыргызского спецназа пришлось обезвреживать многочисленного и вооруженного до зубов условного врага. О том, как военным удалось отбить атаку на Бишкек, расскажут наши коллеги. По легенде, столице Кыргызстана угрожает целый батальон вооруженных до зубов террористов, непонятно откуда взявшихся в ближайших горах. Чтобы разгадать коварные замыслы условного противника, командование решило штурмовать командный пункт боевиков. По замыслу учения, именно здесь, в ущелье за моей спиной, находится штаб условного противника. Отсюда террористы координируют действия своих групп для атаки столицы Кыргызстана. С минуты на минуту спецназ приступит к штурму убежища. Внезапно удар шокировал террористов. Бандиты поспешили на выручку своим. Отправили целый грузовик боевиков. Однако и о таком маневре спецназовцы знали заранее. И устроили засаду. Подкрепление до основного штаба террористов так и не добралось. Они попали в засаду, подготовленную спецназом. Все террористы были уничтожены. Увы, батальона боевиков зрители так и не увидели. Видимо, потрясенные потерей командного пункта, они просто разошлись по домам. Однако основной целью учения все-таки достигли. Спецназ, собранный из бойцов разных подразделений, хорошо проявил себя в обстановке, приближенной к боевой. По данному обстановке мы действовали уверенно. Действительно, были солдаты, сержанты и офицеры со всех регионов республики. Действительно, мы согласовали. И все хорошо действовали. Действительно, было совместное действие. Могу оценить на отлично. Объединенное Кыргызско-Турецкое командование тоже высоко оценило уровень бойцов спецназа. В данном сборах проводили тактическую подготовку, горную подготовку и внутреннюю безопасность. С целями данного сбора ставились обмен опытом между вооруженными силами, инструкторами Турецкой Республики и военнослужащими Кыргызской Республики. Эти совместные учения, как уверяют в Министерстве обороны, далеко не последние. В скором времени военные хотят организовать очередные сборы, где силовики двух стран могли бы обменяться опытом борьбы с терроризмом. Егор Урлов, Азат Садабаев, Мерлан Макаев. Программа «Союзники». Тургызстан.